Друзья, всех приветствую в своем канале. В этом видео я хочу сделать обзор на применение куркумы при воспалительных заболеваниях кишечника, оценить ее эффективность, а также поделиться своим опытом применения данного продукта. Забегая вперед, могу сказать, что данная специя будет очень полезна людям с ВЗК. Что такое куркума? Это многолетнее травянистое растение из семейства имбирных. Род куркумы насчитывает более 90 видов. Наибольшее распространение получила куркума длинная. Порошок из высушенных корней данного растения мы и знаем как пряность куркума. Родиной куркумы является Индия. В диком виде она больше нигде не встречается. Корень куркумы длинный нашел свое применение во многом. Он используется для придания цвета многим смесям и приправам. Например, горчичному соусу. Также известно применение корней куркумы в качестве красителей для сыра, йогурта, картофельных и кукурузных чипсов, а также маргарина и даже печенье. В контексте ВЗК мы рассматриваем куркуму с позиции того, что она содержит куркумин. А куркумин, по некоторым данным, обладает рядом очень полезных свойств. Но я хочу подчеркнуть, что стопроцентную эффективность данных свойств еще не доказали. Давайте рассмотрим эти свойства. Противовоспалительное свойство. В лабораторных данных куркумин ингибировал, то есть подавлял активность ферментов, которые участвуют в воспалении. Он ингибировал следующие ферменты. Фосфолипазу, сок-2, липооксигеназу, тромбоксан, лейкотреены, простагландины. Противоопухолевое действие. В 2010 году в эксперименте инвитро, то есть не на живом организме, на клеточных культурах была показана способность куркумина вызывать апопутоз, то есть самоуничтожение раковых клеток, без цитотоксического действия, то есть не распространяющиеся на здоровые клетки. Антибактериальное действие. В 2019 году куркумин исследовался как одно из веществ, способных усилий действия препаратов, направленных на уничтожение хеликобактер пилори. Антидепрессивное действие. В эксперименте на животных в 2009 году было выявлено ингибирование куркумином моноаминооксидазы, а механизм действия антидепрессивных препаратов как раз и направлен на подавление данного фермента. Очень широко куркума используется в Айурведе. Выступает в роли сильного антисептика. В высшей степени эффективна при заболеваниях желудка и вообще всего пищеварительного тракта, а особенно при хронической диарее и метеоризме. Ее рекомендуют добавлять к пище богатой протеинами, то есть белками, как раз для того, чтобы улучшить пищеварение и предотвратить образование газов. Хочу рассмотреть одну научную статью, ссылка на которую будет в описании к видео, про исследование, в ходе которого оценивали эффективность локального применения экстракта куркумы в виде ректальных свечей. Вызывает интерес тот факт, что в основном экстракт куркумы применяется перорально, и в Российской Федерации не зарегистрированы случаи ректального использования данного продукта. Целью данного исследования было изучить эффективность применения экстракта куркумы в виде ректальных свечей при экспериментальной болезни крона. Оценивали данное применение на основе клинической картины иммунного статуса. Как же проводилось данное исследование? Для этого взяли 70 белых крыс и их разделили на 4 группы. Первая группа была контрольная, то есть крысы из этой группы в числе 7 не участвовали в эксперименте. Они продолжали жить своей прежней жизнью. Остальные 63 крысы были поделены на 3 группы по 21 крысе в каждой группе. У этих 63 крыс смоделировали болезнь крона. Существует специальный алгоритм, по которому моделируется болезнь крона у крыс. Если в двух словах, то им вводят специальный раствор в прямую кишку на расстоянии примерно 8 сантиметров в глубину. И благодаря этому раствору у них возникает болезнь крона. Эксперимент длился 7 суток. Первая группа крыс жила своей прежней жизнью. На второй группе крыс, у которой уже смоделирована болезнь крона, проводили оценку течения заболевания на основе клинических данных и иммунного статуса, ежедневно измеряя количество съеденной пищи, выпитой воды, измерение массы тела, выделение стула, количество крови в стуле. Третья группа крыс, у которой также смоделирована болезнь крона, применяли в виде свечей экстракт куркумы каждые 12 часов на протяжении 7 суток. У четвертой группы крыс, у которой также вызвана болезнь крона, применялись свечи месолазинов, так же, как у третьей группы, каждые 12 часов на протяжении 7 суток. И по окончании эксперимента сделали следующие выводы. Третья и четвертая группа крыс не имеют статистически значимых различий в своем лечении, то есть результаты от лечения свечами с экстрактом куркумы и свечами с месолазинами практически не имеют различий. Соглашусь, что серьезных и глобальных исследований по теме применения экстракта куркумы у людей с ВЗК довольно-таки мало. Но на основании данных выше можно предположить, что применение данной пряности будет носить свой дополнительный вклад в общий процесс лечения. Мое лечение тоже не обошлось без куркумы. Конечно, за ее качество я не могу отвечать, потому что в основном она была приобретена в супермаркете или на рынке. Но я считаю, что определенный вклад она внесла в мое излечение. Я добавлял куркуму практически в каждое блюдо по одной чайной ложке один или два раза в день. Добавлял ее уже к готовому блюду. Еще один интересный феномен. Считается, что усвояемость куркуминой с куркумы увеличивается при сочетании ее с черным перцем. Это объясняется тем, что черный перец содержит пепперин, который как раз-таки и усиливает усвояемость куркумина. Именно в таком виде я ее и употреблял. На одну чайную ложку куркумы добавлял щепотку черного перца. Еще одним вариантом употребления куркумы в моем случае было ее сочетание с медом. За время лечения я съел довольно-таки много куркумы. И сейчас мне ее совершенно не хочется есть. Но на тот момент она мне даже нравилась. Если у вас есть опыт применения куркумы, обязательно напишите об этом в комментариях, как именно вы ее применяли. Это будет полезно другим людям. Я желаю всем вам крепкого здоровья. Обязательно пробуйте что-то новое. Никогда не останавливайтесь. И вы обязательно придете к излечению. До новых встреч!